Всем привет! Люда Ейсей Нью-Йорк. Вышла в обед проветриться, сделаю видео. Сразу, конечно, хочу сказать, что включила сегодня новости. Лучше бы не включала, конечно, эта трагедия в Кемерово, в этом торговом центре. Это просто какой-то кошмар. И, вы знаете, я просто... Вот два слова хочу сказать. Вот раз люди, которые должны были получать за это зарплату, те, которые проектировали этот лабиринт, как сказали люди, что там был лабиринт, если пожарная безопасность, когда сдавали этот объект, все это, значит, может быть, там было все вначале хорошо, но потом все стало плохо. Если люди, которые были ответственны там за эти игровые площадки, за этот поролон, который вроде как загорелся, за все эти... за этот кинозал, который был с запертыми дверями, за пожарные безопасные выходы, которые были завалены, и невозможно было выйти, если все эти люди, вместе взятые, каждый по отдельности, не выполняют свои служебные обязанности, и это как бы хронически, хронически в том месте, где вы и я там, допустим, живем, тогда нужно брать в свои руки все и самим беспокоиться о собственной безопасности, безопасности своих близких. Только так. А как еще? Охать, ахать, постоянно возмущаться, терять там близких и так далее. Надо просто быть самим, на чеку, на чеку постоянно. Вы знаете, вот я вспомнила, вот, допустим, хотя бы люди, которые приходят, оставляют детей в игровой комнате, да, и уходят там по магазинам, по этим бутикам, но приди через год после сдачи объекта или через полгода, и посмотри, как, ну, через полгода еще рано, через год приди и посмотри, вот, если будет кромешная темнота, а когда пожар, это кромешная темнота, и сразу дым, и у человека есть 10 минут, чтобы выбежать, а то и меньше, потому что люди многие не сгорают, а задыхаются. Приди и посмотри, вот если будет кромешная темнота, сможешь ты со своей семьей выбежать на вот этот запасной выход? Ага, он завален, ага, выйти невозможно, ага, плюс у меня подозрение, что, возможно, делали специально все это, потому что что-то много совпадений, что все двери были закрыты, значит, воскресенье, вторая половина дня, может быть, это было специально все сделано, продумай, продумай, имеет ли смысл оставлять ребенка там, на этой игровой площадке, под надзором какой-то непонятной тети, которая выбежит первая, и всех детей оставит, вот, и прочее, 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 ну, если сторона не заботится, ну, позабудьте сам, позабудьте, не отправляй ребенка одного в кинозал, иди вместе, конечно, все предусмотреть невозможно, это абсолютно невозможно, но предусмотри хотя бы что-то, что зависит от тебя, вы знаете, я никогда не забуду, как я тогда проходила какой-то курс, ну, в очередное агентство, чтобы какой-то, у меня запасной был какой-то вариант, какой-то запасной курс на хоматенденство, в каком-то запасном агентстве, ну, как-то там ничего не получилось, я там не брала никакие кейсы, я там не брала никаких бабулек, ничего, но я запомнила вот этого человека, который нам дал краткий курс по пожарной безопасности, кстати, он сказал такую вещь, что если вы можете вытащить пациента, вытаскивайте, но если вы не можете спасти пациента, не жертвуйте своей жизнью, потому что лучше, как бы это не лучше, но одна смерть, или две, то есть так погибает пациент, а так погибаете вы и ваш пациент, ваш клиент, вот, понимаете, вот такие вещи, но я не об этом, ну, значит, вот эти все люди, которые были ответственны там за детей и прочее, они ничего не успели сделать, и они предпочли спастись самим, ну, и как бы, ой, героев-то мало в этой жизни, рассчитывать на героев, которые будут спасать вашего ребенка, не знаю, но он сказал такую вещь интересную, вот это я запомнила, очень хорошо запомнила, пока он сидел, нам там 20 минут его была речь, за это время проехала мимо нас, по улицам Нью-Йорка, там две пожарные машины, он сказал, слышите, пожарные машины, и пожарные машины здесь, пожарные машины, мужчина уставился, у меня с большим интересом, каждый, говорит, там 15, полчаса, вы слышите пожарные машины, мы слышим, мы даже не реагируем, но он говорит, это же где-то пожар, это же где-то пожар, постоянно здесь слышно, пожарные машины на улицах Нью-Йорка, постоянно, вы знаете, но дня не проходит, чтобы мы не услышали пожарные машины, он говорит, ну значит где-то пожар, вы понимаете, как это бывает часто, и он сказал такую вещь, он, так как он профессионал, и он постоянно, постоянно сталкивается, или там раньше сталкивался, сейчас только лекции читает, но он говорит, что куда бы он ни пришел, в какой бы он ни пришел дом, семью, в гости, в какую бы он ни пришел организацию, торговый центр, куда бы он ни пришел, он первым делом, он первым делом, ищет, смотрит, как он сможет оттуда выбраться в случае пожара, вы такое можете представить, причем в кромешной темноте, вот он сразу смотрит, куда он сможет уйти, если вдруг потухнет свет, все заволокет дымом, и у тебя есть там, здесь он сказал меньше 10 минут, чтобы вот не потерять сознание, от этого угарного газа, там от всего этой дымовой завесы, чтобы тебя там не затоптали и прочее, у тебя есть меньше 10 минут, и он всегда продумывает, куда он сможет выйти, сколько у него метров до выхода, если этот выход будет заблокирован огнем людьми, еще чем-то, куда он может бежать в другое место, вот у него такой профессиональный взгляд на что угодно, куда бы он ни пришел, он смотрит, куда он может выбежать, вы представляете? Конечно, кто-то скажет, это паранойя, ничего подобного, ничего подобного, но мир такой, вот видите, постоянно что-то случается, мы не можем все предугадать, но что-то можем, вот этот мол, уже не первый же раз такие случаи, вот эти торговые центры, ну не первый раз, не первый раз это происходит, за последний там год-два, уже были, горели, и торговые центры, и базары, и вот эти все, вот эти вот места, где пожарную лестницу почему-то заблокируют, завалят, ничего не откроешь. И все эти общежития, и все эти гостиницы. Везде нужно смотреть, везде нужно смотреть, как оттуда выбраться. Когда я снимала свою первую квартиру, и это была квартира на втором этаже, там не было пожарной лестницы. Ну, из окна. Из окна не было навесной. Наружу пожарной лестницы. Я сразу дала маме инструкции, что мы будем делать в случае пожара. Что мы будем сбрасывать вниз туда, и куда мы будем прыгать. Да, вот так вот. Сейчас у нас есть наружная пожарная лестница. Значит, еще расскажу вам один случай. Вот это торговые центры, башни-близнецы. Башни-близнецы торговых центров. Значит, я читала... Сейчас уже про него почему-то пошли статьи. Он погиб в этих башнях-близнецах, но он спас очень много людей. Спас именно профилактикой. Не в момент, когда самолеты туда врезались, и когда башни сложились. Он спас до этого. Он замучил. Он был ответственен за пожарную безопасность. И у него какое-то было чутье, что эти башни под прицелом. Вот. Он считал, что работать в них небезопасно. Но вы знаете, я тоже не... Я тоже не фанат Манхэттена. Потому что тут люди вот с четвертого этажа не смогли спастись. И с третьего... А там, значит, там 130 с лишним этажей. И люди шли спокойно, тихо, дисциплинированно спускались. Ну, в общем... А если им путь перегородил самолет, если они оказались выше самолета, они пошли на крышу. Но... Какое там на крышу? Они думали, там вертолеты, то все. Но они тоже погибли. Вообще, вообще такая тема ужасная, конечно. Но этот человек, ответственный за пожарную безопасность, он замучил всех тем, что эти башни под прицелом, что эти башни опасные, высокие такие, они опасны в случае пожара. И он без конца проводил вот эти вот тренировки. Кстати, у нас в школе 12 тренировок за год, как минимум, на случай пожарной безопасности. Все дети организованно, молча, быстро выходят из школы. В общем... И во всех школах это, во всех школах. Постоянно проходит... В общем, если включилась сигнализация, все должны выйти. Даже не включилась, между прочим, в торговом центре, как выясняется. Даже не включилась сигнализация. Ну, хорошо. Короче, он всех мучил. Его считали параноиком, каким-то зацикленным человеком. Некоторые даже не выходили. Когда очередной начинался, очередной тест, даже не выходили. Он выгонял их там, чуть ли не палками, чуть ли не пинками. А потом он стал бить во все колкала, что вот эта их большая организация не должна находиться вот в этих зданиях, что нужно переезжать. И он добился таки, что они переехали. Он так всех замучил, они переехали. По-моему, даже если мне не изменяет память, они переехали в Нью-Джерси. И это стало неудобно для многих, которые предпочитали Манхэттен. Потому что им стало неудобно добираться. Но парадоксально то, что он погиб почему-то в этом пожаре, в этих сложившихся башнях. Но он спас сотни-сотни людей, которые переехали таки из этого здания. Вот так вот. Вот такой вот в контексте сегодняшних событий в Кемерово. Вы знаете, сказали 64. Умножайте на 2, на 3. Это как минимум за 100, а может быть и больше. Погибло вообще детей в первую очередь. Потом, точно так же, как было в Крымске, когда был этот, открыли шлюзы и затопило там всю огромную территорию. Спаслись только начальники, которые вывезли свои, свои, вывезли они свои, свое имущество. Они знали заранее, что откроют шлюзы. А сказали, что погибло там 100, 200, 300 человек. А там погибли тысячи, тысячи погибли. Просто все, всех, всех ночью затопили. Это ужасно. Вот. Это просто ужасно. Ой. Так что, ну надо самим, самим просто быть очень бдительными. Никто не позаботится. Я помню даже в каком-то... Ну, в общем, рассчитывать на других это бесполезно. Ну, повезет, если. Повезет, пошнет, если Бог какого-то спасателя, да? Пошнет каких-то хороших людей. Ну, это будет здорово. Но со своей стороны нужно делать все. Ну, хорошо. Вот. Такая, значит, в субботу я разместила видео про про этих... про то, как у нас в церкви была гостья. Вот. Такие искусственные цветочки. Это к Пасхе. Через неделю будет Пасха. Ну, как? В основном еврейскую. Каникулы подгадывают под еврейский пассовер. Все школы всегда подгоняют под еврейский. А там уже с остальными как получится. Вот. Ну, хорошо. Значит, в субботу у нас была гостья Ченнифер. Она из Орланды, Флорида. И она психолог, христианка, психолог-консультант. Ну, также она поет, там играет на гитаре. И на интересную такую тему. Я разместила ее. Это хорошо знакомые вещи. Но хорошо их все-таки периодически тоже вспоминать. Хороший столик. Вот. эти вещи хорошо периодически напоминать себе и другим. Значит, про что она говорила? Ну, в общем, переведу. Переведу, потому что переводить там, ой, ну, не знаю. Для тех, кто учит английский, хорошо ее послушать. Так сказать, хорошая, хорошо поставленная английская речь, чистая, без всяких, без всяких-сяких. Подождите, мне надо сориентироваться, сколько времени. Ничего не вижу. Так, ну-ка, так вот. двадцать, пятнадцать, вроде как, пятнадцать минут. Так, значит, про что она говорила? Ну, начала она с того, что вообще, как бы, упражнения, начала как бы с упражнений, что упражнения, они, всем известно, что они полезны. Помимо там всех известных плюсов от упражнений, они к тому же побуждают к выработке определенных гормонов, нужных для нас, в том числе для настроения. Но они также, упражнения, вот я сегодня прям не хотела идти, вы знаете, мне не здоровиться, что-то горло у меня побаливает, насморк, я не хотела идти, но сейчас я вышла, думаю, как хорошо, что я вышла. Вот. То есть даже прогулка, даже ходьба, это все очень полезно. И вот они, в том числе упражнения, они человек, в человеке пробуждают мотивацию. То есть как бы вот эта вот воля и желание, и оптимизм, и внутренняя энергия, и сила, и, как сейчас говорят, харизма, она появляется, когда человек упражняется. но она сказала, что надо же еще одно, надо же еще иметь мотивацию, чтобы упражнения делать. Вот. То есть надо еще себя замотивировать на упражнения. но вы знаете, я вот не как бы не вот я люблю, чтобы во всем был смысл, полезность и так далее. И я вот знаете, вот если бы у меня были мешки, мешки, большое количество, где-то бы их подвозили, то я бы вот согласна на такой вид спорта, который сейчас появляется в странах Европы, когда люди бегают и собирают мусор там, где никто не собирает. Но понятное дело, что это, скажем, здесь, в Нью-Йорке, если ты будешь всем собирать мусор, то это будет поощрять людей, которые ответственны за это. Там мусор не собирать в парках там каких-нибудь. Да не скажут, что тут спортсмены сейчас прибегут, соберут мусор, что я буду упираться, а я буду зарплату получать. Вот. Ну, вообще-то, как бы, вот с такой, таким видом деятельности пойти куда-то что-то полезное сделать, оно, мне кажется, более мотивировано, чем просто идти на беговую дорожку в спортзал и ходить по ней, ходить по ней, там по этим ступенькам карабкаться, значит, эти вот такие есть, ну и прочее. Ну, какая-то это мутата. Если бы дома был спортзал, я бы хотя бы смотрела бы что-нибудь мотивационное на экране, а там на экране у нас есть в этих джимах экраны, ну, там такая вот эта вот скукотища, вот эти новости какие-нибудь, ну, в общем, не то, не мотивирует абсолютно, даже наоборот, забирает вроде как-то желание что-то делать, что-то смотреть. А я вот сторонница, чтобы сразу двух зайцев убивать. Не убивать, я не хочу убивать зайцев, но как бы поймать, поймать, спасти и выпустить. Вот так вот. Значит, так вот, начала она с упражнением. Потом, так, я вчера специально села, не выспалась, но вам записала, записала. Ну, да, она сказала, что вот как раз Бог, Бог, источник всякой мотивации. Да, она еще такой сказал момент интересный, что было бы странно, если бы новогодние подарки, которым все люди радуются, ну, Крисмас, Крисмас подарки, которым все люди радуются, если бы эти подарки остались незапечатанными, и так бы хранились из года в год. Но парадоксально то, что Бог, Он каждому человеку дает какие-то свои дары, какие-то свои способности, какие-то свои уникальные, уникальные таланты. Но люди, к сожалению, вот не используют эти дары, таланты и способности. Они их просто вот в запечатанном виде держат. Понимаете? То есть потенциал. И вы знаете, я подумала, она не сказала этого, но я подумала, что иногда в нашей жизни что-то случается, как нам кажется, не очень хорошее. Что-то такое, какое-то напряжение, куда нас жизнь выталкивает, куда-то каким-то побуждает действием, какие-то такие усилия приходится делать. Но вы знаете, это вот все как раз для развития талантов, для развития нашего потенциала. Потому что если бы все было как-то так в гамаке, если бы мы сидели в гамаке, то если бы мы сидели в гамаке, то наши бы таланты, способности, потенциал не развивались бы, абсолютно не развивались бы. Вот так вот. Так, дальше идем. Что она сказала? Идем дальше. Ну, про волю. Вот интересно, что есть такая теория, она неверная, что Бог избрал один одних людей к спасению, а других к погибели. И человек может думать, что он избран к погибели, и нечего даже стараться. Все равно как бы нету веры, одни слабости, одни зависимости, одни какие-то неудачи. И человек думает, что он отвергнутый и стараться не стоит, потому что он избран для погибели. Это абсолютно нужная теория. Я сказала, что если у любящих родителей двое, трое, десять, хоть сколько, пятьдесят детей, они не могут выбрать одних для погибели, а других для спасения. Им будут одинаково дороги все. И душа у них даже болеть будет может быть больше за тех, которые более слабые, более немощные, более больные и так далее. Вот. Поэтому все были избраны в Адаме. Как только Адам и Ева согрешили, взяв плод познания добра и зла, и как только они стали познавать зло, вот Бог погибает, первая кровь проливается, это ягненок. Этот ягненок был прообразом Христа. Бог дает им одежды кожаные. Это была кожа вот этого ягненка. Первое жертвоприношение было принесено. Не они умерли, а вот этот ягненок. И этот ягненок прообраз спасителя. И вот Бог в Эдемском саду в Адаме и Еве Он выбрал все человечество к спасению. Он избрал все человечество. Вот у них столько было этих генов, этих будущих поколений было в Адаме и Еве. И вот через них все земляне, все жители планеты Земли были избраны ко спасению. Все. Но так как человек обладает свободой воли, человек это не робот, он может выбрать сам себе погибель. И Бог будет уважать этот выбор. То есть все избраны, все предизбраны ко спасению, но не все это спасение выберут, потому что свобода воли учитывается человека. Двадцать три. Вот. Хорошо. Интересно, такая фраза есть у Елены Вайт, что Христос пришел бы умереть, но это и в Библии прослеживается, это не только ее фраза, это и в Библии прослеживается, что Христос пришел бы умереть даже за одного человека. Вот если бы только один человек выбрал бы спасение на протяжении всех столетий, всех веков, всех тысячелетий, только один Христос пришел бы на землю и прошел бы точно такой же путь, какой он прошел, будучи Богом в человеческом теле, даже ради одного. И она приводила какие-то цифры, вот эти биллионы, биллионы, биллионы. Ну люди там посчитали, посчитали, сколько вообще людей жило до сегодняшнего момента на земле. Ну там какие-то космические цифры. И Христос пришел бы умереть даже за одну единственную овечку. Он бы как пастух, как пастырь верный, он бы пришел и спас бы только одну единственную овечку. Ну вот выбор, выбор. Она сказала, что люди некоторые, там у нас книга показывает этот пример, что дай мне книгу, вот это мой выбор, взять эту книгу, да, но иногда людям даже какой-то простой выбор бывает, какие-то постоянно какие-то слабости у людей, слабости, слабости, слабости. Но выбор может сделать каждый в сторону Бога. И этот выбор должен состояться с нашей стороны. То есть Бог проявил инициативу со своей стороны, но каждый человек должен проявить со своей стороны тоже инициативу, тоже сделать шаг в сторону Творца. Даже если вера слабенькая, слабенькая. И вот интересно, что есть люди, у которых нет веры, вот у них какая-то вера такая слабая или нет веры, Но ведь вера упражняется точно так же, как упражняется от физических упражнений тела, точно так же человек упражняется духовно. И если вы делаете, я делаю выбор в сторону Творца... Так, сейчас. Если мы делаем выбор в сторону Творца, то на основе нашей веры мы начинаем видеть какие-то ответы. Я не за контакт с всякими там спиритуальными силами и так далее, но мы видим... Вот я вижу участие Бога во всех обстоятельствах жизни. И даже иногда кажется, что оно не очень явное, но всё равно, если ты на этом сосредотачиваешься, то ты это видишь, какие-то знаки свыше. Но я против всяких стуков, против всяких контактов вот этих вот. И Бог это не приветствует абсолютно. То есть помощь Всевышнего, она в веянии тихого ветра. Она не в явном каком-то там потустороннем вмешательстве, а в веянии тихого ветра. Вот. Да, ещё она говорила такую вещь, что кто-то... Вот у кого-то было там прекрасное светлое детство, да? А у кого-то было, она сказала, это abuse environment. Abuse environment. То есть как бы такое, как сказать, печальное, подавляющее детство, когда подавляли очень сильно физически, эмоционально, сексуально, как угодно. Вот. Ну и не только детство, это уже может быть в любом возрасте печальный какой-то опыт. И вот для этого вот... Или какие-то зависимости алкогольные, наркотические у человека. И понятное дело, что этим людям может быть даже сложнее. А может быть и не сложнее. Может быть, наоборот, они хватаются за Бога, за Его руку намного сильнее. Намного больше чувствуют потребность в Творце. По-разному может быть. Во всяких минусах есть скрытые плюсы. Вот. И вот, знаете, я смотрела «Жди меня». Такую... Не в эту пятницу, а в ту пятницу, в позапрошлую. Интересный там такой был случай. Пришла женщина со своей дочкой. Дочке где-то 60 лет. Ой, 40 лет. И она рассказала, что 40 лет назад у нее дочка в роддоме получила заражение крови. Она просто угасала. И врачи давали 2%, что она выживет. И сказали ей, что... Ну, ищите донора. Вот так вот, ищите доноров. И она обратилась на работе. И двое людей откликнулись. Мужчина и женщина. Ну, молодые они тогда были. Я вот думаю. Вот мужчина не подошел. Кровь его не подошла. А вот эта женщина... Ей тогда, наверное, было... Если это 40 лет назад, ей было лет 30. Она подошла. Я вот думаю. Представляете? Вот если бы эта женщина... У нее были бы какие-то дела. Да? Ну, на работе там объявили. Какие-то у нее были дела. Какие-то заботы. Она была бы там замотана чем-то. Уставшая. Приболела в этот день. Она бы не пошла. Да? Сказала бы, ну чего, я пойду. А она пошла. Она пошла. И она спасла эту девочку. Это новорожденная была девочка. Новорожденная. Еще интересно, что в том роддоме, где эта женщина родила, ее бы не спасли. Просто ребенок бы умер, и все. Но она приболела. И ее куда-то отправили в другое место. И вот в там, в другом месте, на девочке застряли внимание, что девочка-то чахнет, теряет веси. И сделали анализ крови. Получилось, что у нее заражение крови. Уж каким-то образом произошло это. Вот. И представляете? Вот эта женщина пришла. Тогда не было банка крови. Не было. Надо было вот так вот. От человека к человеку переливали кровь. Ну вообще, да подобные методы такие были. И ей перелили, и девочка спасла. Сразу ожила. Сразу ожила. Вот. И все. И теперь, спустя 40 лет, они встретились. И вы знаете, когда я смотрела вот эту трогательную встречу, я подумала, что ведь Христос, вот он тоже стал нашим донором. Он тоже. Вот эта идея крови, она все время прослеживается в Библии. Что ранами его мы исцелились. Что без пролития крови не было вопрощения. Что вот Христос, Он как бы всему человечеству, вот как бы дал вот свою кровь. Он стал нашим донором. Понимаете? Ведь это же не просто вот Бог. Ведь христианство отличается от всех других религий мира, где какие-то другие боги, их нужно задабривать, их нужно ублажать и так далее. А здесь к нам Бог приходит в человеческом теле, чтобы спасти человечество. Понимаете, это кардинально. Люди бы сами до этого не додумались, чтобы Бог пришел к немощному человеку, облегшись в человеческое тело. Это нет ни в одной религии мира, вот этой сути христианства, что Бога не надо задабривать свечками, поклонами и так далее. Битьем, истязательством и так далее. Кормлением башков там есть, кормлением огня, кормлением того-сего, поставить мисочку, налить стопочку, положить сверху хлебушек и прочие языческие ритуалы. Это не имеет ничего общего с христианством. Понимаете? Потому что истинное христианство – это Бог ищет человека. Как любящий отец, Он ищет человека. Понимаете? Это совершенно другая, как бы кардинально другая вообще история. И вот Христос, Он стал как нашим донором. Потом она говорила, что когда Христос был забран фарисеями, Он не давал покоя вообще фарисеям, и когда был выбор когда Христос был забран, Понтий Пилат, Он хотел его отпустить. У него еще там жена ему сказала, что мне приснился сон, я всю ночь мучилась, не убивай этого человека. То есть Бог к нему как бы тоже говорил через разных людей, через его голос совести. И он понимал, что этот человек невиновен, за что его распинать, за что его казнить. А они говорили, Вараву, отпусти Вараву. И получается, что Варава – разбойник, он был отпущен. Вы представляете, вот он все, он приготовился к смерти, и Варава был отпущен. И Варава – это прообраз тоже человечества. Каждый должен из нас быть на кресте. Ну, так получилось. Свои грехи, плюс из-за того, что Адам и Ева так сделали, что они открыли дверь врагу, падшему ангелу, Люциферу, они открыли дверь. И как бы все это вместе, и нам как бы всем хана, всем хана, всей земле. Но Христос занял место Варавы. И он занял место между двумя разбойниками. Между… один проклинал, а другой сказал, помяни меня, когда будешь в Царстве Небесном, он сказал, будешь со мной в раю, будешь со мной, значит, спасен ты будешь. И вот тоже это два разных типа людей олицетворения, что один… Одному вообще он занял место. Тоже это как бы вся земля в образе Варавы. Один в числе неспасенных проклинал, и так все, в отчаянии впал. А другой на кресте в последнюю секунду раскаялся, и он будет спасен. И так же она говорила между Петром и Иудой. Оба предали. Ну, конечно, там предательства-то разные. Один самоводушничал, другой план вынашивал. Но все равно оба грешники, оба отвернулись, оба предали. Но к Петру совсем другое отношение и у Христа, и как бы это… чем у Иуда. Иуда и Петр оба предали, оба отвернулись. Ну, у Иуда, конечно, там другая ситуация. Но все равно есть над чем подумать. Что Библия, вообще, это книга о грешниках. Там столько разных жизненных ситуаций, там столько грехов. И совершенно безгрешный Бог, который приходит спасти грешное человечество. Потерянное, несчастное и так далее. Вот. Библия полна историй, от которых волосы дыбом встают. Вот. И что интересно, ведь, казалось бы, он стал жертвой. Христос как бы стал жертвой. Да, он стал жертвой. Жертвой с большой буквы. Но в то же время Божий план сбылся. План, который был отначально в Эдемском саду в виде этого ягненка. Понимаете? Круг замкнулся. То есть, вроде как люди делали свой выбор. Пилат, Иуда, они все делали свой выбор. Фарисеи, фарисеи, конечно. Все делали свой выбор, но выполнялся Божий план, что без пролития крови Бога-человека не будет спасения. То есть, все равно, все равно был выполнен Божий план. То есть, во всем какая-то позитивность есть. Вот, что выполнялся все равно Божий план спасения человечества. Не успею я вам все пересказать, что рассказала, но может потом еще, после работы. И вот, ну хорошо, потом расскажу вам про умение анализировать. Уже не буду спешить, а потом договорю. Ну и так, значит, мышление. Значит, Бог дал нам волю, Бог, которая может быть ослаблена грехом, ослаблена существенно. Бог дал нам веру, и Бог дал нам мышление, умение анализировать. Вот, значит, собачьи, там, допустим, животные, они все-таки живут инстинктами. Люди тоже живут там гормонами, инстинктами, но все-таки люди умеют анализировать. Это очень хорошее качество. И есть такое, как бы, явление, что когда человек испытывает какой-то сильно отрицательный опыт, это в его жизни дает сильные отрицательные эмоции. И спустя годы эти эмоции, эти эмоции так сильны, что они могут влиять на его какое-то поведение стандартное. Как бы человек действует шаблонно, человек действует шаблонно благодаря своему отрицательному опыту. Это не сказать, благодаря, как бы, из-за своего отрицательного опыта человек вот так вот может поступать, думать, говорить. и вы знаете, есть такое как бы явление, что вот мы, наша память, она, мы помним хорошее, вот если там в детстве вы вспомните, что там кувыркались снегу, там, да, горки, вы можете вспомнить много там подарки, праздники, вы можете вспомнить очень много хороших моментов, но память человека, она почему-то сильнее запоминает иногда отрицательные моменты, они как бы вбуравливаются из-за того, что вот эти отрицательные эмоции, они так сильно вбуравливаются в мозг, что оттуда их не так просто выкворнуть и эти эмоции как бы влияют на человека, но если, как бы Бог дал нам мышление, чтобы мы умели анализировать, чтобы мы могли проанализировать, почему, почему я мыслю вот именно так, почему у меня такие установки, вот, я хотела это слово сказать, установки, почему вот такие у меня установки в голове, да, вот такие, они как не другие, вот, почему именно так, и вот, как бы люди здесь в Америке очень часто ходят к психологам, это хорошо, они как бы разбираются, разбираются, почему вот так, почему у человека такие реакции, Из-за чего такие реакции? Это хорошо, но дело в том, что христианский психолог выходит всё-таки на Творца, на великую божественную силу, на Творца Вселенной, который выше всех наших мучителей. Как поёт Булата Куджава, своих учителей забудем. Без Бога это очень трудно. Я так вижу, что мирские светские психологи очень часто расковыряют болячку, и человек сидит и мучается. Ой, лучше бы я не знала, что все мои проблемы из-за того, что меня не высаживали на горшок, а мне было надо на горшок, а меня не высаживали. И вот, что же мне теперь делать? Не высаживали, не высаживали, и там не высаживали, и там не высаживали, а если уж высаживали, так я сидела часами на этом горшке. И вот теперь у меня вся жизнь наперекосяк. И что же делать? А психолог разводит руками. Ну вот мы раскопали, вот мы раскопали причину вашей агрессии и причину ваших комплексов. Всё, бай-бай, приходите завтра, приносите 50 долларов, поговорим об этом. И так, значит, человек ходит и ходит, ходит и ходит. А вот христианские психологи, они выводят на Творца, на то, что лечение... Вот, вот есть Слово, вот есть Библия, вот есть это письмо Бога к потерянному человечеству. И ищи там, ищи там лекарства. Вот посмотри на крест, вот на кресте, вот Христос распятый, вот в этом твоё лекарство. Вот Бог вот так любит тебя, что Он пришёл и умер за тебя. Вот даже если бы ты один был на земле, из всех людей спасённый, принявший дар спасения Бог, за тебя бы умер. И вот это вот вообще кардинально. То есть получается, что светские психологи, они останавливаются на полпути. Всё раскопали, разворошили, вот она болячка, а где лекарства, где лекарства? Ну, как-то там худо-бедно начинается самоумнушение. Я сильный, я умный, я добрый, я классный, я сам всё это придумал, да, я сам всё это решил. Вот, но человек всё равно в душе где-то сомневается, а почему я должен себе такое внушать? А почему? А потому что вот есть Небесный Отец, который сотворил тебя таким. Вот. И вот знаете, она такой пример приводила, что, например, человек прошёл через развод. Человек прошёл через развод. И может быть такая травма, что она, как бы, человек оставляет такой след в голове, что я лузер, там, да, человек начинает говорить, я лузер. И все женщины, ну, возьмём мужчину, да, например, и все женщины вот такие-то, такие-то, вот всем им нужно то-то, то-то. Вот. Ну, и вот такие начинаются установки. Очень нехорошие установки. Давайте перейдём. Вот. Сейчас быстренько. Так. Четыре секунды. Успеваю? Успеваю. Одна секунда. Успеваю? Успеваю. Установка. Успею. Так. И вот, значит, человек говорит так себе, например, вот, никуда, я никуда не гожусь, от меня все шарахаются. Начинаются вот такие вот, как бы, себе ненужные установки. Но она говорит, выход на Библию, выход на Христа, что нет, не весь мир такой, не все женщины такие, значит, там, там, не все от тебя, там, отворачиваются, не для всех ты лузер, там, и так далее. Ну, в тебе есть там положительное качество, у тебя есть таланты. Каждому Бог дал талант. Каждому Бог дал новогодний подарок. Ты не один, да целую кучу. И у тебя эта куча есть. Вот. И, вы знаете, даже интересный такой, как бы, опыт проводили, что люди в психиатрических больницах просто давали читать Евангелие. Вот. И они там мало что понимали, но они успокаивались. Вот какая-то в них внутренняя, какое-то умиротворение наступало. Знаете, это удивительно. Вот это удивительно. Потому что Божье слово, оно лечит. Причем, неважно, в каком языке вы читаете Божье слово, оно лечит. Вот. Ну, и еще, да, получается, что Библия, она помогает вот эти ненужные установки, лжеустановки, заменить на нужные установки. И даже я бы сказала, вот люди, в нас Бог заложил дар веры. Но нет ничего святого, что Бог бы не извратил. Ой, что дьявол бы не извратил. Нет ничего святого, чего дьявол не извратил бы. И если у человека дар веры, так ему дьявол подсовывает ложное верование. Вот верь в эволюцию, в какую-то невидимую такую вот, какая-то штука, которая взрыва, взрыва, взрыва. И раз, и вот эти все взрывы, и вдруг получаются животные, слоны, жирафы, гусеницы. Почему-то гусеница потом раз становится бабочкой, раз у человека глаза появляются ни с того ни с сего. И уши, и там такая... Ой, а генотип, генная вот эта вот спираль, это такая вот... Но это все эволюция, невидимая, невидимая. Она несуразная, она непонятно откуда взялась. Откуда взялись эти взрывы, откуда взялись эти газы во Вселенной, откуда взялись эти планеты, миллиарды планет. Вот, откуда, чего, ничего не было. Ни одной молекулы не было. Ни одной пущинки, пылинки во Вселенной не было. А потом взрывы, 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 и вдруг раз, уже разные животные, раз уже разные растения. И как по волшебству, знаете, раз уже земля, и раз на нём уже вот эта вся природа. И прямо океаны, озёра, реки, всё так красиво, всё так славно. Вот прям раз, живи и наслаждайся. И всё это как-то вот так вот, по ощущающему велению, ну как бы без бога, как бы вот эволюция. А некоторые, они как бы идут дальше, они говорят, ну эволюция это что-то слишком. Нет, инопланетяне, давайте скажем, что бы инопланетяне. Вот, откуда эти инопланетяне, хорошо, откуда взялись первые инопланетяне, ну откуда-то взялись. Давайте не будем углубляться, откуда-то взялись они. Вот они пришли, вот они за нами наблюдают, наблюдают. Вот, ну то есть, понимаете, как получается. То есть, истинный дар веры, он коверкается, возвращается. И вот такое всё туманно, всё такое непонятное. Ну, короче, всё что угодно. Только чтобы не истина. И также ложные установки, вот насчёт человека, как бы оценка человека, себя, людей, мира этого, ну в общем всего-всего-всего. То есть, вот это как бы получается дар веры извращается в ложные верования, в ложные установки. И они в голове, так значит, закрепляются очень как бы сильно. Потом, там, если вы посмотрите, картинка такая, когда человек с открытым ртом, уже под конец, с открытым ртом такой весь в панике. Она говорит, что вообще, конечно, мы склонны драматизировать, склонны ужасаться, склонны преувеличивать наши страхи, в общем, давлеют над нами. Склонны мы, в панику впадать и так далее, и так далее. И вот, значит, даже я вот по детям вижу, что когда приходят дети, вот у них порез, да, от бумажки, от, значит, paper cut. Вот, и вот я так заметила, что большинство приходится словами. Сейчас. Они такие приходятся словами. I'm bleeding. I'm bleeding. Кто им такую установку вложил? Я просто удивляюсь всегда. I'm bleeding. То есть, как бы я истекаю кровью. Вот, я говорю. Но, it's just paper cut. И вот я заметила, что 70% приходят с этими словами. I'm bleeding. А только 30% приходится словами, ну, just paper cut. Just paper cut. Вот. То есть, понимаете, только 30% адекватно оценивают вот этот маленький порез. И вот еще по поводу вот этих установок. Сейчас мне тоже в голову пришло, знаете, чем? Вот интересно, что неважно, какой у вас был взрослый в вашей жизни, который не давал вам высаживаться на горшок. А если высаживал, то вы там сидели часами. Ну, я условно говорю, этот горшок у всех был свой. И этот взрослый, давлеющий там, неправильно дающий информацию о нас самих, он мог быть разный. И кто угодно это мог быть. И родственник, и сосед, и в школе, и кто угодно. И я вот вспомнила, что, допустим, у нас была учительница, которая говорила вот такую вот вещь. Она говорила нашим хулиганам, мальчишкам, ужасным хулиганам, которые носились по партам. Она говорила, вы все закончите в тюрьме. Она такие вещи говорила. Я знаю, кто в этом классе из мальчика закончится в тюрьме. Вы понимаете, это же ужасно. И мы вчера разговаривали с одноклассниками. Я разговаривала по скайпу. И мы посчитали, что в нашем классе уже пять человек умерло. Они умерли не сейчас, они умерли пять лет назад, десять. Кто-то там вообще очень рано, рано умер. У нас был мальчик. В восьмом классе он ушел из нашего класса. Но он умер, прям, я не знаю, у него, по-моему, тридцати там не было. Он что-то очень... Ну, конечно, там ребята все эти запили. Многие умерли от того, что они пили. Вот. В соседнем классе тоже, в общем, так вот. Ну, из тех, кого мы знаем, уже десять человек, как бы, очень-очень рано умерли. Понимаете, это, ну, тоже вот так вот нельзя. Да, но даже если есть у вас такой взрослый, который говорит такие вещи, или говорил вам, что вот вы все там это... А вы все равно должны через это перешагивать. Вот перешагивайте через это. Вот наплевать, кто какие-то ложные установки говорил. Значит, этому человеку что-то неправильно там в его голове, что он не добро хочет нести людям, а зло. Значит, у него, у нее что-то в голове не так. И вы знаете, вот я работаю в школе, и вот я где-то уже на трех приблизительно детях убедилась, что вот есть такие дети, но они такие вредные, но они такие противные, но они такие какие-то безумные, они такие неуправляемые. И вот приходят, они просто, как говорится, эти... Как говорится, заноза в заднице. Они мучают учителей, они приходят ко мне там в медицинский офис, они тоже начинают так вот... Ну, таких редко, их редко, но они есть. Но я почему сейчас про это заострю внимание? Что я обнаружила, что в этих вот приблизительно три случая я знаю, когда они менялись к лучшему, и происходили удивительные перемены к лучшему. Я даже удивлялась. Вот они приходят, и я как бы не узнаю. Как будто другой человек пришел. Как будто ему в голову, ей или ему в голову вложили другую программу. Вот она приходила там, девочка, она кричала. Она... Ее все бесило, она раздражалась. Непонятно чем там вообще. И как бы... Прямо... Она пять минут, и ты уже устаешь. Она пять минут с тобой, и ты уже устаешь, да? И думаешь, как же там учителя, как же там бедные учителя, которые должны изо дня в день, изо дня в день. А потом она приходит, и я ее как бы... И я ее как бы не узнаю, эту девочку. Вот. Прямо думаешь, смотришь, имя, фамилия та же, как будто она другая. И так же бывает вот с мальчиками. То есть, знаете, вот не надо ставить ограничения. Люди могут так меняться в любом возрасте. Ну, и к худшему, и к худшему надо быть объективными, что мы не можем контролировать людей. Мы не можем менять весь мир под нас, да? У нас в нашем распоряжении только один человек. Это я сама для себя, а вы сами для себя. В нашем распоряжении только один человек, да. Мы имеем как бы... Мы имеем свободу и волю как-то влиять... Ну, мы влияем друг на дружку, конечно, все, но, в принципе, как бы в моем распоряжении только я сама. Все. А как там другие думают, как там другие действуют? Это утопия, пытаться их как-то там изменить. Ну, изменяем там как можем, но это так. Хорошо. И вот, что еще она говорила, Дженнифер из Орландо. Она говорила, что... Ну, да, вот это вот безумие людей. Вот там такой-то, такой-то. Вот он должен быть таким-то, таким-то. Она должна быть такой-то, такой-то. Но как бы шансов мало. И нужно принять это как есть. Вот какой есть человек, такой есть. Да, так вот, как бы, ну, она говорила, в принципе, вещи для меня хорошо знакомые. Но все равно приятно еще раз услышать эти хорошо забытые известные истины. И она говорила, что эмоции на нас обманывают. Не всегда нужно эмоциям доверять. То есть, если вы насмотритесь вот новостей, да, и вот вы смотрите новости. Война в Сирии, война там, война в Украине. Война, 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 война. А потом начитаетесь форумов про это. И вот там все переругались, там все такие вот злые. И вы читаете это все, да. И тут еще катастрофы, и тут еще вот эти несчастья. И вы можете сказать, как ужасно, как ужасно это вообще жизни. Какая катастрофа, как все плохо. Но, может быть, совсем же не так все плохо в этом мире. Да, да, есть и войны, есть и вот эти несчастья, и все на свете, оно все есть. Но, может быть, не все так плохо. То есть, наши чувства, после того, как мы напихаем в наш мозг вот это все, вот весь этот ужас, все эти мысли, они могут нам в голову, вот так залезть, что мы можем думать, как ужасен этот мир. Вот, так ужасен, так ужасен. Но это только чувства мира. И такое, и такое, и белое, и черное. То есть, чувства не всегда говорят нам правду. То есть, человек может чувствовать себя, депрессия, очень-очень плохо, например, да? Но это не значит, что реальность вот такова. То есть, реальность может быть совсем другой, не так, как этот человек себя чувствует. Да, ему там плохо. Вот. Но реальность-то может быть другой. Чувство, это еще не значит, это еще не знак равенства с реальностью. И когда человек это понимает, что чувство – это чувство. Вот там, человеку не хватает витамина В12, да? И он может впадать в депрессию. Не хватает витамина Д. Там, или еще что-то, солнца мало. Вот. И уже совсем не такие, как бы, ощущения от жизни, как если бы это было при большом количестве света. Вот. Ну, тогда надо как-то это, как-то витамины покупать. Там, не знаю, в баню ходить. Там, какими-то маленькими радостями себя баловать. Ну, то есть, подтягивать свои эмоции. Вот. Значит, что еще? Так, не пробудет меня тут. Интересно, что, как бы, три таких, четыре таких столба у нас, на которые зрелый человек, как бы, опирается, или, как бы, раздумывает. Четыре столба, о которых человек, в общем, склонен, как бы, думать. Это, она сказала, self, ours, God and future. Как бы, о себе человек думает, о других, о Боге и о будущем. И вот на этих четырех, как бы, столбах, ну, кто-то там не о Боге, кто-то думает о чем-то потустороннем, там, о вопросах жизни, о вопросах смысла жизни. Ну, как бы, рецепт, философствует. Ну, как бы, вот эти четыре столба, они такие вот, они занимают огромное количество нашего времени, огромное количество наших мыслей. Ну, короче, ну, как бы, я не знаю, она подводила там итог, что, ну, она как бы не подводила итог, но я так вижу, у нее такие, как бы, мысли, как бы, такие были вслух. Но смысл такой, что эмоции подводят, мышление подводят, мы живем, как бы, в неправильном мире. И мысли могут быть у всех разные, и эмоции могут быть разные. Но все-таки вот есть некая, некая, некий эталон, от которого нужно отталкиваться. И некая книга, которая говорит правду. Книга мудрости, книга, которая открывает нам вид и на будущее, и на себя, и на других, и на Бога. И вот эта книга, это вот Библия. Поэтому в ней надо искать ответы. В ней надо искать ответы. Ну, вот так вот, вот так вот. Ну, приятно было услышать еще раз такие хорошие вещи от Дженнифер из Орландо, христианский психолог. Наверняка дипломированный, наверняка не просто с 80 сертификатами, наверняка получила какое-то образование, наверняка получила лицензию, потому что она консультант, а без лицензии вряд ли бы она была консультантом действующим. Вот. Ну, что я хочу сказать. Хорошо было. Потом у нас был обед. Всегда в моей церкви, вот в этой, которую я хожу, американская, всегда обед. Хорошая такая церковь подобралась. Дружная, добрая, вот, смешанная. Разные люди отовсюду. Разные национальности. И русских много приходит к нам туда. И вот всегда обед, всегда обед, всегда ланч. Ну, так как мы с Мариной были ответственны за кухню, да, то как-то неудобно было снимать. А мне хотелось снять и показать, как у нас там проходит ланч, что на столах, как все кушают. Но мы были так, живенько, 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 все быстренько, быстренько, быстренько. Но прибежали к нам там еще другие люди помогать. И как-то все быстро. И в начале быстро, и в конце все быстро. Ну, в общем, хорошо было. Ну, вот так вот, друзья мои. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Вот. Пишите свое мнение. Пишите свое мнение. Мне важно знать ваше мнение. И нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления. Ну, все, всем пока. Вот это перевод, перевод, чтобы вы тоже прониклись этим, этой вестью, этим месседжем, месседж, которой была вот эта Дженнифер. Она, кстати, вот пастырская жена сказала, что она здорово помогла ей в свое время. Как-то так здорово помогла. Ну, все, всем пока, всем пока. Увидимся еще. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok